У нас свет выключили, ну у нас фазу выбило в шахматном порядке, вот у меня света нету, а ютуб ведь тоже могут взять, удалить, убрать, его может не быть, и потом меня, потом раз и не сможете найти. Так, ну что девочки, зашла я тут в магнит, Настю уже оставила на тренировке, вон она моя куколька, тренируется девочки, тренируется. Вот, зашла я к ювелиру, хорошо, что я взяла с собой кольцо. Доброе утро, девочки мои, на улице у нас сегодня морозец небольшой, в общем днём тоже будет минус один, по-моему так, а сейчас, ну градусник у меня минус два-три показывает, хотя Яндекс показывает минус шесть. Ну вот так, небо оно как-то ещё не совсем просветлело, облачка, а у меня нет света, у нас у половины квартир нет света. И вот ждём-пождём, когда приедет аварийка, но она что-то не едет и не едет, в диспетчерскую звоню-звоню, говорит, в работе в течение дня ждите. Вот такая вот грустность у меня. А у нас свет выключили, ну у нас фазу выбило, в шахматном порядке, вот у меня света нету, половина квартир света нету, половина квартир свет есть. Вот в коридоре, например, свет у нас горит. Я сегодня утром только успела у соседки чайник закипятить. В 10 часов вечера фазу выбило и всё, мы повылазили на лестничную площадку соседей, у кого выбило фазу. Ну в общем вызвали электрика, они вчера там покрутились, покрутилось, я видела там с фонариком, но они ничего не сделали. Сегодня с утра уже звоню в диспетчерскую, говорю, ну когда придут? Мы отдали заявку, заявка в работе, вот ждите в течение дня, когда они придут, неизвестно, не знают они. Вот я и жду. Без света, конечно, плохо. Так я сегодня проснулась утром, думаю, надо же скорее хотя бы там у соседки чайник хотя бы закипятить, но закипятила, кофе попила, заварила кашку овсяную, в общем поела кашку овсяную. Холодильник пока не открываю, чтобы туда не запускать тёплый воздух, чтобы он не начал у меня быстро таять. Поэтому пока ничего не ем. Сегодня суббота, сегодня Настю сын приведёт, и мне нужно будет отвезти её на тренировку. В общем, жду Настю уже вот с минуты на минуту, Настя должна у меня появиться. Ну и всё, поеду с ней туда, и там зайду в магазин, может быть там, не знаю, что-нибудь куплю. Ну, булочки, не булочки, что-нибудь надо будет перекусить, потому что борщ разогреть мне не на чем, у меня электроплита. Вот, телевизор не смотрю, телефон разряжается, кстати, надо зарядку с собой взять, если не забуду. Может быть там найду где-нибудь розетку в раздевалке или где-нибудь, может подзаряжу немножко телефон. Из-за того, что он разряжается, не могу даже ничего посмотреть по телефону. В общем, вот такая печалька, вот такая печалька. Сижу, лежу, в окно выглядываю, то и дело выглядываю, как это, туда жду, когда ж машина дежурная вот эта приедет, аварийка наша. В общем, караул, я сегодня утром собиралась смонтировать вам видео, но не смонтировала до сих пор, поэтому видео предыдущее, оно придёт с задержкой. Я не знаю, там смогу ли я сегодня до вечера его выпустить, или оно уже может быть завтра, дай бог, чтобы оно вышло. Вот, и что ещё хочу вам сказать, девочки, вчера в новостях посмотрела, что Инстаграм закрывают, с 14 числа Инстаграм работать не будет. Ну, у меня такой был канал на Инстаграме, в общем-то я его не развивала особо там, в основном у меня был для того, чтобы я могла поглядывать на дочкины, там, что она выкладывает, там, что сын выкладывает, сестра, ну, в общем, такой. Вот, поэтому там моя ссылочка была на Инстаграм, я её уберу, который в описании я вставляла. Вот, скачала я Телеграм на телефон, но пока что я ещё не разобралась, как им пользоваться, нужно будет мне там спросить у тех, кто знает, как им пользоваться, что-то там просматривать и так далее. Я смотрю, многие уже даже из WhatsApp переходят на Телеграм, сообщение отправлять на Телеграм. Так что, в общем, когда я с ним уже разберусь, вам сообщу. И вот я уже так подумываю, что, а YouTube ведь тоже могут взять, удалить, убрать, его может не быть, и потом меня, потом раз и не сможете найти. В любом случае, я думаю, что все из вас, кто смотрит меня, я думаю, что все подписаны, наверное, на мою дочку. Она уже выпустила видео, где она рассказывала, на каких платформах она пооткрывала каналы, там, Яндекс.Дзен, Рутюб, Телеграм, что-то там ещё, не знаю. В общем, короче, если вдруг YouTube закроют и вы меня потеряете, значит, вам нужно будет просто зайти на канал Дочки, те платформы, которые работают, и в любом случае, там уже через её канал вы узнаете, где я открылась, где меня искать. Я вообще ничего не понимаю. Дело в том, что канал на YouTube, она мне помогла открыть, да, научила меня, как монтировать видео, как видео там оформлять, выкладывать и так далее. В общем, самостоятельно я там особо, это я чайник, я чайник, я признаю. Вот, сама я там открыть вот эти каналы, и как там их оформить, и что с ними сделать, я сама не смогу, мне нужна будет её помощь. Ну, пока она сама ещё осваивает эти каналы, я так понимаю, что она ещё сама не до конца там оформила, не до конца там ещё что-то разобралась. Поэтому она, вот, знаете, она у меня иголочка, а я ниточка, ниточка, вот она как первопроходится, она всё разведает, всё узнает, и потом уже, значит, по её стопам пойду и я. Так что, в любом случае, если дочка у меня будет где-то у вас на виду, то, значит, и я тоже появлюсь. Я знаю, что не все, возможно, не все подписаны на канал Дочки, на всякий случай канал Дочки я оставлю, но только канал Ютуба. Я оставлю сейчас внизу, чтобы вы могли зайти на её канал, посмотреть, может быть, зайти на то видео, где она пишет, что делать. Инстаграм закрывается, там, монетизация закрылась на Ютубе, в общем, видео, она недавно это видео снимала. И она там в описании оставила ссылочки на её какие-то там вот эти вот новые приложения, там, Телеграм или где она там ещё пооткрывала. Я в телефоне не могу сейчас ничего посмотреть, у меня интернет сейчас не работает, поэтому я не могу зайти в ноутбук и там что-то увидеть. В общем, разберёмся. Просто всё так быстро происходит, всё так быстро меняется. И, в общем, не хочу я, чтобы вы меня потеряли, те люди, кто меня смотрит постоянно, те, кто ждут прям моих роликов, кому они прям нужны, необходимы. Поэтому мне тоже вы нужны, девочки, я тоже не хочу с вами потеряться. Поэтому, надеюсь, я не потеряюсь. Вы меня найдёте в любом случае. Вот. Ну что, время уже вот сейчас с минуты на минуту, появится Настя. В общем, мы с Настей тут проведём где-то, наверное, с полчасика, и нам уже нужно будет выдвигаться к 11 часам, у неё начинается тренировка. Ну, а что будет дальше, мы уже посмотрим. Я сама не всегда прям понимаю, что будет дальше. Я думаю, одно происходит совсем другое, всё как-то так непредвиденно, всё меняется постоянно. В общем, поэтому, всё. Пока всё, жду Настю. Девочки, смотрите, на дереве птичка-синичка. Синичка, да? Да, синичка. Настя говорит, синичка. Вот она какая. Прыг-скок. Я её увеличила, чтобы вам было видно. Мы с Настей стоим у окна и ждём, пока нам сделают свет. Там уже электрики. Я смотрю, электрики и им помощники всякие. Вон во дворе уже стоят. Щиток, слава Богу, только открыли. Они долго не могли открыть этот щиток. И они вчера вечером с фонариком там что-то стучали-стучали, не могли замок снять. Ну, слава Богу, открыли, но почему-то не делают. Может, там что-то перегорело. А, кстати, тут не одна синичка, а две синички. Две синички, да. Мы вот с Настей уже, вот она, сделали хвостики. Ну, нам с Настей через полчаса выходить. Настя не голодная, дома покушала. В общем, просто смотрим в окно, что мы ещё делать остаётся. Скоро пойдём уже на улицу. Там, правда, мороз, сильно не погуляешь. Ну, вот мы и вышли. Свет ещё пока не дали, я смотрю, они что-то там тасуются, тасуются. Ничего никак не сделают. Ладно, надеюсь, может, к моему приходу свет будет уже. Я всё за свет, за свет. Ну, у кого что болит, то о том и говорит, да, девчата? Так и есть. Не стала сильно наряжаться, думала, что бы мне надеть, потому что всё-таки небольшой морозик. Но тут ветер не дует, там, может быть, дует. Я думаю, не успею замёрзнуть. Мне надо будет сегодня посидеть в раздевалке, потому что я не знаю, сын сможет забрать Настю или нет. А Наташа, она пока с работы придёт. В общем, Настя, смотри. Ой, я смотрю, тут уже петушки, тюльпанчики лезут. Сейчас вам покажу, девчата. Смотрите, как уже повылазили тюльпанчики. Уже прям так вот хорошо повылазили. Ну, несмотря на то, что у нас сейчас морозит. Вот это вот тоже всё тюльпанчики. Третий класс. И вот там вот тюльпанчики, петушочки. В общем, короче говоря, весна всё равно приближается. Как ни крути. Вот моя Настюля. Что-то Настюля сегодня не очень разговорчивая, да, Настя? Да. Ну, ладно, бывает. Бывает хорошее. Ой, да всем привет. Да всем привет, да. Ой, что-то ветер тут холодный подул. Девчата, в общем, мы не будем долго тут телепаться. И болтать долго не будем. Сейчас быстренько рванём на остановку и прыгнем в автобус. И всё. Ну, а потом продолжим где-нибудь в помещении. Так, ну что, девочки. Зашла я тут в магнит. Настю уже оставила на тренировке. Зашла посмотреть, что тут, к чему. В пятёрочке мы уже были. В общем-то, мне особо ничего не нужно. Вообще даже почти ничего не нужно, да. Только единственное, что я хочу посмотреть, что тут, есть ли тут вообще сахар, например. Где он? Где он вообще? Крупы тут. Сахар, наверное, где-то в другом месте. Посмотрим. Так, крупы, макароны. Всё на месте, все дела. Так, а где же сахар, интересно. Что-то тут я не могу найти. Где, 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 где. Хлеб. Тут конфетки. Что-то я вообще не поняла. Не поняла. Вообще не пойму, где тут вообще сахар. Здесь нету. Тут соль. Тут соль. Где для сахара полки вообще не пойму. Надо, наверное, спросить. Так, ну вот мне подсказали. Вот тут, вот тут на полочке обычно сахар. Ну, песка нету. Ну, сахар такой есть. Всё. Сахар. А это что за сахар? Экстра. Для чая, кофе. Какой-то экстра сахар. Ну, такой только. А обычного песка нету. Ну, обычный песок, я так понимаю, наверное, вот этот. 89-99 цена. Вот это 109. Ну, понятно. Ну, вот объявление. Значит, не более 5 единиц одного товара. Не более 5 килограмм. Это значит сахар. Не более 5 килограмм. Но всё равно разбираю. Так, ну, всё остальное тут есть. Короче говоря, сейчас, не знаю, возьму водичку какую-нибудь попить. Буду сидеть в раздевалке. И какую-нибудь булочку ещё возьму. Всё, девочки. Зашла я в Кущевский мясокомбинат. Там, где продают полуфабрикаты. Вот взяла яичный рулет с сыром. Чебуреки. Просто если свет сегодня не дадут, хоть что-то будет покушать. Минтай жареный. Сок. Ну, вот нам с Настей сочники. Сок. А вот эта цветная капуста. И хлебушек. В общем, короче. Будет что покушать, если свет сегодня не включат. А ещё я нашла розетку тут. Так что я сейчас заряжу телефон. И мы с вами продолжим съёмки. Вон она, моя куколка. Тренируется, девочки. Тренируется. Молодцы. Ещё осталось минут 30 или 40 до конца тренировки. Решила, девочки, провидать своего ювелира. Он должен уже скоро подойти на работу. Хочу спросить, сколько стоит кольцо запаять. Ну, чё, девочки мои. Зашла я к ювелиру. Хорошо, что я взяла с собой кольцо. Всё. Увеличили там примерно на полтора, наверное, размера. И всё. Я сейчас оставила. Он там сейчас подшлифует. Я быстренько на всю заберу. И, в общем-то, буду с кольцом. Классно. А я губную помаду не взяла с собой. Пока в раздевалке сидела, перекусила там чуть-чуть. И губки не подкрасила. О, девчата, смотрите, какая на ногах штука. И на ней прыгают упражнения. Да. Спасибо. Я такого не видела раньше ни разу. Первый раз. Классно. Вот так вот упражняться мне тоже нравится. Я бы тоже так попрыгала, поупражнялась. Девочки, смотрите, моё колечко. Он ещё почистил там ультразвуком. Видите, фиониты как заиграли. Моё любимое колечко. Всё. Сделала, стала как новенькое. Ну, где-то примерно на два размера. Примерно на два размера. Сделал больше. Добавлял металл. И, в общем, подшлифовал там всё. В общем, здорово. Всё. В общем, примерно минут сорок у меня на всю процедуру это ушло. Вот мы с Настей чуть-чуть подождали. Едем домой. А солнышко, смотрите, выглянуло. Небо стало чище. И вот сейчас прям солнышко светит, несмотря на то, что небольшой морозец. Так, кажется, автобус идёт. Ну, вот мы и дома. Только зашли и сразу свет дали. Представляете, какое хорошее совпадение. 15 часов не было света. Настя достала у меня пазл вот этот вот. Я его собирала целый день. Помню, целый день сидела. Ну, он такой непростой. Я показывала вам, как я его собирала. Ну, вот Настя тут что-то решила попытаться. Попытать счастье собрать. Мы с Настей тут смотрим смешных животных. Всем поку-поку. Ну, давай, надевайся. Сейчас я одену. Надевайся, фетерочек. Попрощаться хочет с вами девочки. Мама уже едет. Вот, Настя уже решила одеться и с вами попрощаться. Сейчас я. Всем пока-пока. Все. Всех люблю, целую, да? Да. Ну, давай, пока-пока. Подписывайтесь на наш канал Мама Чоли. Всем пока-пока. Да. Я с вами тоже, девочки, прощаюсь. Свет дали. Настя уже собирается. Я уже села монтировать вам предыдущее видео поскорее, чтобы вы его увидели. Субтитры сделал DimaTorzok